Аксаков Иван Сергеевич. Рассказ о последнем Иване. Что бы это такое, думаете вы? Дерлетце Иван. Последний из Иванов. Сказание о последнем Иване. Может быть, этим сказанием замыкается целый цикл народных песен и сказок об Иванах, которые, как известно, довольно много и в звании царевича, и в звании гостиного сына, и в качестве богатырей, и преимущественно в качестве умных дурачков. Может быть, народная фантазия, так плодовито разнообразившая сказочный тип Ивана, наконец завершила свою работу и распростилась окончательно с этим любимым образом. Может быть, и вы собираетесь уже посоветоваться со вашим ученым-сотрудником и знатоком русского легендарного и сказочного мира, «Остановитесь! Мой Иван не миф, не сказочный герой, а простой солдат лейб-гвардии какого-то полка, Егор или Сидор, прозванный немцами Иваном, спокойно доживающий, а в настоящую минуту, может быть, уже и доживший, свой век в колонии Александровки, невдалеке от Берлина, четверть часа езды от Потсдама или от знаменитого сада Сан-Суси. Я был в этой колонии еще в 1857 году и, недавно, вспомнив о ней по какому-то случаю, подумал, что будет не лишним почтить, наконец, память этих позабытых России, русских колонистов в Германии, послушно по команде лишившихся народности и отечества и передать вам то немногое, что мне об них известно. Я знал об этой колонии еще прежде и, отправляясь по долгу службы путешественника осматривать Потсдам и Сан-Суси, решился непременно посетить этих русских и поглядеть на их житье и бытие среди пруссаков. Немцев-колонистов видал я в России немало, каковы-то русские колонисты в Немечине, думал я. Осмотревши дворцы и сады, где все с истинным идолопоклонством посвящено памяти Фридриха II, действительно ставшей в Пруссии предметом особенного культа, я заплутался в парке и, выйдя, наконец, в город, нанял извозчика, айны дрожки, чтобы ехать в колонию. К сожалению, я забыл своего бедикера в Берлине и никак не мог вспомнить название колонии, а просто называл ее русской. Тупоумный извозчик долго не понимал, в чем дело, уверял даже, что никакой русской колонии не имеется, и, наконец, догадался. — А, я знаю, знаю, вам нужно то селение, где живут Иваны. Да их уж никак никого нет, все перемерли. В последний раз, как я там был, оставался один-единственный Иван. Ein einziger Ivan, aber er war der letzte, но он был последний. Такой уж старый. Все равно везите меня туда. Мы тронулись. Минут через пять немец перекинулся с другим немцем несколькими словами на своем почти непонятном мне жаргоне и, обратившись ко мне, с радостным видом объявил, что есть еще Иван в колонии, тот самый, которого он и знает, последний. Через четверть часа немецкой езды прямо из аллеи, ведущей от городских ворот, называемых Ягерхор, очутились мы в Александровке. По обеим сторонам дороги, широкий, похожий на аллею, расположены были десять или двенадцать русских изб. Я называю их русскими избами, потому что эти дома действительно глядели чем-то русским. Все они деревянные, не штукатуренные, как мне показалось, и фасадом своим, своими деревянными полотенцами по бокам и заборами, огораживающими их дворы и огороды, напоминали избы. Крыты они и обшиты тесом, и внутренним расположением своим, как я увидел потом, ничем не отличались от помещений немецких. Тут же небольшая русская православная церковь и дом для священника. «Кто же живет в этих домах?» — спросил я извозчик. «Это уже не Иваны, а дети и внуки Иванов», — отвечал он. «Да ведь они такие же Иваны, такие же русские», — извозчик усмехнулся. «Нет, они не Иваны, они немцы, такие же, как мы. А вот этот Иван, — сказал он, подъехав к одной избе. Я постучался у калитки забора. Немец-извозчик бросил за забор несколько приветственных слов по-немецки. Наконец калитка как-то неохотно растворилась, и навстречу мне вышел старичух в каком-то неряшеском балахоне с плохо выбритым седым подбородком, с лицом, с типическим знакомым лицом отставного старого русского солдата, обжившегося в деревне. «Вам что угодно?» — спросил он меня по-немецки. «Я русский путешественник, приехал посмотреть на русскую колонию. На стариков, которые остались в живых, — отвечал я по-русски». Старик глянул на меня как-то подозрительно и не выразил ни малейшей радости при свидании с соотечественником. «Да вы кто такие?» — спросил он уже по-русски, обнаруживая своей речью долгую отвычку от русского языка. «Офицер или чиновник, или помещик какой?» «Я назвал себя». «Чин имеете?» «Я сказал и чин». «Господи, — подумал я, — почти сорок лет каких-нибудь живет этот русский на чужбине близ Потсдама и, увидев русского, прежде всего осведомляется о чине. «Я не знаю, ваше высокоблагородие, что вам показать-то. Смотреть у нас, кажется, нечего». «Ну как вы здесь живете, хорошо?» «Ничего, слава богу, хорошо. Вот разве церковь захотите взглянуть, ваше высокоблагородие? Да не на кого оставить дом». «Мошенники», — прибавил он по-немецки, обращаясь к извозчику, с которым он при выходе за калитку тотчас подружески поздоровался. «Мошенники, посмотри Йоганн», — при этом он указал ему на яблоню в своем саду. «Как ее нынче ночью отделали и сколько яблок сняли?» «Мальчишки должно быть», — заметил Йоганн. «Мальчишки, да, все он этот негодяй-фриц. И в огороде помяли». Старика, очевидно, происшествие с яблоней заняло гораздо сильнее, чем мой приезд. Однако он подозвал какую-то девочку и, переказав ей стеречь у калитки, повел меня осматривать свое помещение. Свой небольшой фруктовый садик, свой маленький огородец, повел их в церкви. Хотел ее показать, но сторожа в то время не было дома. Кажется, не помню хорошенько, священник и не жил постоянно в Александровке, а только навещал ее из Берлина по праздникам. Дорогой я старался расспросить подробно Ивана о том, как и по какому случаю, когда он попал сюда, как прожил он и его товарищи почти четыре десятка лет в Германии, вне России. Старик был не словаохотлив. Мне показалось даже, что его затруднял русский язык, хотя выражался он простой русской речью. Да и вообще он не отличался ни живостью, ни толком. Сорок лет пребывания в Немечении не сделали его немцам, но зато стерли с него русскую краску. Не выучили его немецкой науке, не придали ему лоска немецкой цивилизации, но зато лишили его, казалось мне, сметливости и толковитости простого русского человека. Он полинял, отупел, примирился со своей участью колониста и несравненно больше был озабочен урожаем своих овощей и яблонь, нежели воспоминаниями России. Конечно, он был не таков, когда в первый раз привели его сюда на потеху его королевского величества. Верно щемило его сердце, долго и долго, тоской по родине. Наконец, тоска заглохла. Солдат смотрел на свое изгнание из России, как на службу. На себя не на как русского человека, а как на человека подневольного, как на солдата. Одним словом, начальство приказало, ничего не поделаешь. Постепенно тупел и превратился в то безличное и безнародное существо, которое, смутно припоминая былое, отвечало теперь на мои расспросы. Вот что я мог извлечь из разговора со стариком, продолжавшегося не более, если не менее часа. Вслед за тем я уехал не только не из-под сдама, но и из Берлина. Предупреждаю, что за совершенную верность рассказанного я не ручаюсь. В Берлине, конечно, у нашего священника есть сведения более точные. Может быть, даже кто-нибудь из русских еще прежде меня посещал и описал эту колонию. Может быть, да, может быть, нет. Я передам вам только то, что слышно лично мной от последнего Ивана. Я из крестьян такой-то губернии, говорил он, из крепостных. Служил в полку таком-то, был в полку песельником. Приехал в Москву Его Величество король прусский. Делали ему парады, маневры делали. Понравились ему песельники. Вот Его Величество покойный император Александр Павлович и говорит ему. Вот так и так. Не хотите ли, Ваше Королевское Величество, я вам снаряжу хор песельников? Как же так? Да так же. Вот после парада-то и скомандовали. Песельники вперед. От каждого полка, значит. Вышли мы, выстроились. Тут подошло начальство. Выбрали, кто был получше да холостой. Женатых отослали. Выбрали нас человек тридцать. Ну и говорят, жалуют вас Ею Величеству королю Брускому. Ну неужели, спросил я старого песельника, вас не спрашивали, желаете ли вы сами? Да оно, пожалуй, спрашивали. Государь велел по доброй воле. Ну да тут начальство, что ответишь? Солдат, сами изволите знать, Ваше Высокоблагородие рассуждать не может. Коли начальство спрашивает. Известно, ради стараться. Ну вот отобрали нас, смотрели, ну и скомандовали марш. И погнали в Пруссию. Король обязался царю нас содержать хорошо, и церковь выстроить, и дома, и земли дать. Вот и дал, и построил. Как же вы потом-то жили? Я думаю, тосковали по чужой стороне, среди немцев. Старик помолчал, потом прибавил. Ничего. При старом короле, его величестве Фридрихе Вильгельме, дай Бог ему царствие небесное, нам было хорошо. Он нас любил и жаловал. Бывало, как здесь в Потсдаме живет, так откушает, призовет нас и велит петь. Очень нами учешался. Ну а при новом короле, продолжал он, понизив голос, уж пошло другое. Он до песен не охотник, нас не призывал. Так себе живем. Совсем уж другое пошло. И он вздохнул. И так, с тех пор вы в России не были. Нет, вот как Александровскую колонну ставили в Петербурге, так возили нас отсюда, через Данцик, на парад, тех, кто в живых был. Тут иные из нас и на родину ходили повидаться, я уж не ходил. Ну а теперь, не хочется вам на родину? Да что уж тут, отвык, здесь прижился. Женились мы все на здешних, на немках все. Ну а дети ваши, они что, русские? Да вера-то они нашей, православной. Есть, которые по-русски понимают, а которые совсем ничего не разумеют. Ведь все с немками и с немцами. Мать немка. Сам-то по-русски говорит, забудешь, а уж куда детям. Тоже в школу ходят, немецкую. Ну а которые дочери замуж за немцев пошли, так дети уж совсем здешние стали. И вера здешней. О русской грамоте знают ли? Да кому учить-то? Вот я неграмотный, как был, так и есть. А для детей книжки такие устроены. Молитвенники. Молитвы там русские, слова русские, только немецкими буквами написаны и перевод есть. У нас и священник служит по-русски и проповеди говорит по-немецки, чтоб понимали. Ну а как же вы с немцами-то? Ничего, сжились. Оно бы все хорошо, только вот бог урожая не дал. В прошлом году у меня картофель какой был, а теперь вот тяжело. Бедно ваше высокоблагородие, трудно. Я же один, никого не осталось. Ни товарищей сверстников, все перемерли. Да и семьи только внучка. Надо уж мне домой идти, ваше высокоблагородие. Вот девочка бежит. Девочка, совершенная немочка, прибежала звать деда, разумеется, по-немецки. Кто-то пришел, спрашивает, хочет купить что-то. Старик поспешил домой, мы с ним простились. Я вынес самое тяжелое впечатление из колонии. Каким образом эти 30 русских человек так ни с того ни с сего послужили немцу на потеху, лишены народности и отечества? Конечно, это была эпоха особенного русского великодушия. Того великодушия, которая подарила австрийцам Бокку Дикатару, добыта кровью черногорцев, отделила Выборгскую губернию, часть Петербургской, с 40 тысячами русских от России к Финляндии. И по свидетельству даже меморандума князя Горчакова, преднамеривалась отдать восстановленной Польше, отторгнутые от нее древние русские земли. Но не решившись этого сделать, великодушно содействовало распространению полонизма. Конечно, то была пора особенного великодушия. Все же в привиденных примерах могло участвовать незнание, политическое заблуждение, бюрократическое отношение к населенным землям, как к географическим пространствам и выражениям. Но подарить живых людей, Матвея, Петра и Семена? И что это за люди, которые так легко, без отпора теряют свою национальность, чужестранятся так скоро, без борьбы и без сожаления? Я готов был предаться потоку самых черных размышлений о чувстве народности в русском и вообще в славянском человеке, о слабости нашего гражданского сознания и нашей славянской природы. Но, вспомнив, к счастью, наши старообрядческие слободы в Австрии, вспомнив этих линован, раскольников, сохранивших во всей чистоте и язык, и быт, и дух русский, я стал отыскивать другую причину тому печальному явлению, какое представилось мне в лице последнего Ивана. Эта причина, думаю я, в данном случае солдатства. Солдатства прежних времен, долголетняя, тяжелая, разлучавшая крестьянина с его родиной, с его бытом почти навеки, создавшая из него послушную машину, двигавшую только по приказу начальства казенного человека, предававшего казне свою душу, ум, сердце, волю и получавшего взамен солдатский паек и того, и другого, и третьего. И слава Богу, теперь о таком солдатстве существует только предание. И солдат 1865 года так же мало похож на солдата той эпохи, как живой человек на автомат. Конечно, и подарки, вроде описанного мной, теперь так же немыслимы. Последний Иван, последний из подаренных, родившийся в России, вероятно, уже умер. И только 12 деревянных изб со своими уже вполне немецкими обитателями, да название местности Александровка, стоят памятником, сувениром былой потехи короля прусского Фридриха Вильгельма III и дружбы с ним Александра I Благословенного. Впервые опубликован день 1865, номер 34, 2 октября. Субтитры создавал DimaTorzok